приветствую всех кто смотрит это видео сегодня я хочу с вами поделиться как можно в домашних условиях самому снять гель-лак шелак и что нам для этого понадобится будет два способа один где нам пригодится фольга а второй вот специальными такими зажимчики зажимчиками для пальчиков что еще нам понадобится вот такая вот палочка это палочка не от суши это специально таки вроде как апельсиновые палочки чтобы мы могли снимать гель-лак шелак не повреждая саму пластинку и я пользуюсь вот таким вот средством акрил и мувер если правильно прочитала его можно прогуглить и найти в интернете заказать себе такие способы очень удобно для всех в домашних условиях использовать для тех кто особенно регулярно покрывать себе многоточки гель-лаком шелаком когда уже трескается лак либо где-то сдёрся нужно же его снять и не у всех хватает времени чтобы посетить мастера дабы снять дело поэтому домашних условиях самому можно это сделать на этом пальчики вы ой на этой левой ручке вы видите что у меня осталось вот на трех пальчиков гель-лак на этом он уже сам успешно слез вот и на этом руке я попробую первый способ для этого нам еще нужны будут такие диски мы их порежем на такие треугольнички чтобы нам было удобно на пальчик вот так вот этот треугольничек наложить завернуть можно так можно вот так как вам будет удобнее все очень просто берете ватный диск складывается вдвое ножницами режете потом эту половинку опять по двое танк и разрезаем разрезаем почти аккуратненько все теперь у нас вот такой вот треугольничек готов так я беру это средство акрил и кем нехитрым способом макаю этот треугольничек из ватного диска нужно так чтобы средства хватало конкретно на вот этот треугольничек чтоб она не сильно такое мокрое было чтоб с него не текло вот кладу на ноготочек заворачиваем и обворачиваю фольгой конечно удобнее будет делать это с кем-то вдвоем допустим с подружкой но если подружки под рукой не оказалось можно это все сделать самому все делаем такую вот конфетку большие сильно куски из фольги вы не рвите чтобы вам не пришлось обматывать очень долго один пальчик готов следующий раз два все мокрое полностью заворачиваем и обматываем фольгой помогаем себе пальчиками заворачиваем сверху такую конфетку и и последний у нас пальчик раз два все мокрая ватка оборачиваем и сверху делаем конфетку теперь засекаем время вот так она выглядит засекаем время сейчас 12 29 10 15 минут нам понадобится то есть 12 30 12 40 смотрим но если уже сильно печет такое бывает то снимаем через 10 минут смотрим а так 10 15 минут нам для этого понадобится у меня также есть видео на канале экстремальное снятие гель-лака шелака в домашних условиях тот вариант уже очень экстремальный но что же делать когда нету под рукой не такой палочки не такого средства я брала все также фольгу вот эти ватные диски треугольнички мочила их в ацетоне ну то есть это средство для снятия лака обворачивала фольгой и снимала пилочкой вот она тут не острая снимала я пилочкой вот так вот пластинка конечно немного царапалась но сам ноготь не повредился но это такой экстремальный способ это когда уже под рукой у вас ну вообще нету таких специальных средств а снять срочно нужно вот таким образом тоже можно выйти из ситуации конечно ногтики потом надо за ними больше поухаживать защитить какими-то защитным средством нанести защитным лаком вот так что можете это видео также посмотреть экстремальное снятие гель-лака шелака в домашних условиях ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео это уже прошло 13 минут пальчиком моим тепло но не печет ничего все хорошо и все комфортно значит мы все делаем правильно пальчиком просто очень тепло так я подожду еще две минутки и буду снимать уже прошло достаточно времени и начну я вот так вот с первого пальчика смотрите видно вам вот уже начал слазить вот по краям как хорошо вот так вот цвет лака еще такой сам очень светленький телесный поэтому его видно слабовато ну вот так вот отходит у нас лак все палочка такая она не травмирует ноготок поэтому для снятия гель-лака очень она подходит очень удобно снимаем следующие вот уже видно все снимаем теперь с этого пальчика у нас больше всего был сохранился лак девочки ну вот смотрите сняла я с этой руки шелак конечно еще особенности ногтей у каждого свои у меня например сами по себе ногтики они очень тоненькие слабенькие хиленькие и вот как видите пластина в любом случае у меня повреждаются при снятии гель-лака шелака на этом пальчике лучше снялся видно там где хорошо основа так основательно взялась то снималась вместе с пластинкой так сейчас будем пробовать второй способ это с помощью этих таких вот клипс здесь дело пойдет быстрее и проще тоже будем на 15 минут ставить оставлять да так берем берем наше средство мочим его так вот раз раз и и одеваем клипсу на палец все первый пальчик готов так на второй раз заворачиваем тут уже много жидкости у меня получилось все пальчик готов раз и так на пальчик заворачиваем все тут происходит видите намного быстрее все что очень удобно все мокро мокро заворачиваем так вот с этой стороны и одеваем и тоже оставляю примерно на 10-15 минут так девочки прошло уже более 15 минут сейчас уже даже 20 минут прошло когда прошло 10 минут я одну клипсу сняла посмотрела что еще рано снимать вот поэтому держу уже 20 минут могу сказать что есть ощущение что идет какая-то реакция и сейчас будем уже снимать смотреть что там происходит так начну я с мизинца самого маленького так вот отлично 20 минут это самое оно он снялся почти вместе с ваткой так немного еще тут здесь нужно выдерживать больше по времени давайте посмотрим что с этим пальчиком у нас тут оооо смотрите какая хорошая реакция то есть нужно выдерживать время смотрите красота сняла уже тоже здесь шелак снимаются все равно у меня с пластиночкой так следующее о красота смотри вообще вообще перфекту ну так выдерживать время 20-25 минут ну тогда будет лучше от ногти отходить все с этого пальчика тоже сняла после снятия надо обязательно потом пальчики и ручки каким-то кремом питательными либо специальным маслом смазать кутиковы пальчики и ноготочек в целях оздоровления так тут где идет отслоение отлично все вот сняли теперь большой наш палец что тут прекрасно тоже идет отслоение ну вот девочки сняла я полностью ген-лак шелак как вы видите и давайте подытожим пользуюсь я таким способом аж второй раз и скажу что первый раз у меня получилось значительно лучше наверно потому что я не не снимала это на видео вот хочу сказать что этот этот способ хорош а в первом случае с фольгой просто неудобно заматывать самому фольгу и время выдержки где-то 10-15 минут лучше всего 15 минут тогда реакция дольше идет и тогда лучше где лак шелак отходит от на ноготочка и пластинка не так травмируется второй способ он намного удобнее чем с помощью фольги здесь ты себе ватку положил клипсу на надел и все и все отлично но выдерживать нужно 20-25 минут что после этого обязательно ногтики нужно чем-то обработать каким-то специальным маслом да и покрыть сами ногтики защитным маслом и защитным лаком пусть они у вас подлечится еще раз повторю нам понадобится акрил такой вот акрил рима рима дальше такие клипсы либо фольга обязательно вот эта палочка на ней все таки удобнее и она не так травмирует пластинку ноготочка ватные диски и еще посоветую перед тем как снимать геллак лучше пройти по поверхности самого вот этого геллака сверху чтобы снять блестящую поверхность мне кажется тогда намного лучше будет сниматься геллак вот такой вот еще совет попробуйте вот девочки протестировала вместе с вами два таких способа конечно можно ними пользоваться почему бы и нет если не хватает времени на хождение к мастерам вот а в следующем видео я вам покажу и вместе с вами мы будем наносить уже шиллак геллак в домашних условиях но для этого обязательно нам понадобятся еще дополнительные материалы это база сам цвет и топ то есть финишная основа вот и естественно без лампочки здесь уже не обойтись но это мы уже будем делать с вами в следующем видео смотрите также на моем канале другие видео ставьте лайк если вам понравилось и было полезно это видео как можно делать и увидимся уже с вами в следующем видео будем с вами наносить бабах будем с вами наносить же шиллак геллак в домашних условиях будем становиться с вами сами себе мастер да по маникюру ну а что делать все девчулечки удачи вам здоровья и всего наилучшего пока пока пока